Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Лед рыхлый. Выходить опасно, тем более без спасательного жилета. Несоблюдение этих элементарных правил привело к трагедии под речицей. Там под лед провалились два рыбака. Спасти удалось лишь одного. Это произошло накануне днем на канале ведущим от реки Ведрич к Днепрум. Звонок спасателям поступил от других любителей зимней ловли, которые находились неподалеку. Отмечается, что условия были непростые. Из-за тонкого льда подобраться к провалившимся оказалось очень сложно. Помощь оказывалась. При этом провалился под лед начальник спасательной станции. Впоследствии туда еще вынужден самостоятельно был в полыню броситься водолаз для оказания помощи. Вначале они извлекли из воды мужчину 63 лет, а потом 67-летнего рыбака. Один из провалившихся после осмотра врачей отправился домой, а вот второго работники скорой долго реанимировали, однако спасти так и не смогли. В Калинковичах пьяный мужчина решил пообщаться с бывшей женой и прихватил для убедительности пистолет. С этим арсеналом он заявился к экс-супруге на работу, однако разговор перерос в угрозы сотрудникам. Как рассказали в УВД, прибывшие на вызов милиционеры задержали подозреваемого. Пистолет, который по внешнему виду был схож с пистолетом Макарова, оказался пневматическим. Предварительно установлено, что мужчина был пьян. А теперь к дорожной обстановке в регионе. Согласно данным областной ГАИ, за сутки было зарегистрировано 33 ДТП, в которых, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Так, в Лельчицком районе на трассе Р-36, Мозырь, Лельчицы, Милошевичи, граница Украины, травмы получили две пассажирки автомобиля Пежо 406. По предварительной версии, виновником аварии стал 28-летний водитель. На закруглении дороги неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся. В результате происшествия ехавшие в качестве пассажиров 19-летняя и 21-летняя девушки с травмами были доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.